Добрый вечер, дорогие зрители! Добрый вечер, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в нашей телевизионной студии и в эфире завершающая программа в этом году «Добрый вечер, Республика». Завершается год, и я думаю, что все наши зрители с нетерпением ждут, когда же придет долгожданный и самый любимый праздник. Праздник, который любят и взрослые, и дети. Совершенно согласна, потому что Новый год – это момент исполнения желаний. Момент, когда люди загадывают что-то на предстоящий год. И я в этом абсолютно уверена. В новогодние мечты, которые сбываются, верят и дети, и взрослые. Я тоже с тобой, Галина, конечно, соглашусь. Мы все встречаемся, к тому же, за одним праздничным столом. И этот праздник дарит нам такие добрые, светлые ощущения, светлые эмоции, радостные. Безусловно, но мне бы хотелось сегодняшнюю программу начать с поздравления. С поздравления, которое прозвучит в адрес удивительной женщины. Свой юбилей буквально два дня назад отметила Розита Леонтина Охтова. Женщина с удивительной биографией. Она родилась в далеком Киеве в 1931 году. Высшее образование получила в Московском государственном пединституте имени Ленина. Получила диплом преподавателя русского языка и литературы. И с 1957 года трудилась в областном комитете радиовещения. Очень долго работала на радио. Потом, через некоторое время, перешла на работу в газету «Ленинская знамя». А еще чуть позже стала директором самого большого, самого, наверное, любимого широкоформатного кинотеатра России в Черкесии. И вот в эти дни Розита Леонтина отмечает свой юбилей. А я ее, между прочим, очень хорошо знаю. Она когда-то работала в радиокомитете с моей мамой. Она была так немножко строгая, но ее, знаю, что коллеги очень ценили и уважали. И, между прочим, когда я выходила замуж, она с моей мамой готовила на всю ночь праздничные блюда. Потому что раньше же не принято было отмечать в ресторанах, в кафе. И вот мы спали, а они готовили. Здорово. Вот как тесен мир. Когда я ознакомилась с биографией Розиты Леонтины, ее коллеги бывшие сказали, что она очень скромный человек. И никогда не любят, когда о ней что-то говорят, рассказывают. Но вот в эти дни, мне кажется, будет правильно, если мы поздравим ее с юбилеем. И пожелаем от лица всей нашей компании крепкого-крепкого здоровья, долгих лет жизни. Конечно. И чтобы ее мечты сбывались. С юбилеем, Розита Леонтина. Гала, у нас новогодний эфир. Что ты там в телефоне забыла? Ну, эфир еще не новогодний. До Нового года еще целых шесть дней. Но я ищу себе прическу на Новый год. Ты знаешь, вспоминаю нашу молодость, мы уж такие себе башни крутили, такие когли-могли, когли на голове были. Сейчас так все лаконично, все так скромно. Я вот присматриваю себе прическу на Новый год. Я предлагаю тебе не тратить время на телефон, а лучше посмотреть сюжет, который я недавно подготовила. Дело в том, что я побывала на мастер-классе не просто у парикмахера-универсала, а очень удивительность человека. Это и визажист, и стилист. Она не только посоветит, какую прическу сделать, посоветует цвет, форму, какую одежду подобрать к этой прическе. Вот такой универсальный человек. Она постоянно учится, повышает свой уровень. И поэтому не так давно фирма, знаменитая фирма Estelle, предложила ей стать ее официальным лицом. Согласилась? Нет, потому что ей надо было поехать для этого в Москву, а Эльвира не захотела оставлять своих родителей. Ну, каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу. Правильный выбор. Наш человек. Наш человек. Давай смотреть. Давай. Лена, расскажите нам, пожалуйста, какие прически на Новый год, по вашему мнению, наступающие, подойдут? И вот что можно сделать, чтобы девушка эта молодая обыкать дела красивой? Что мы ей будем делать? В тренде сейчас я сразу скажу, что все-таки локоны. Локоны, значит, как голливудская волна, легкие. То есть не должно быть сильной накрученности. Ну, приступаем. Отделяем верхнюю макушку. То есть всегда нужно сделать вид естественности. Но здесь необходим, соответственно, объемчик. Да, нужно создать, но так, чтобы его не было видно. Берем гофрешечку. И вот так вот проходимся. Чтобы не так, чтобы вся голова была. Так, чтобы это смотрелось легко и непринужденно. Естественно, я делаю так, чтобы это было по пробору. Есть девочки, которые одно пробор делаю сбоку. Да, соответственно, это все нужно учитывать. Ну, теперь готов. Теперь отделяем для создания локон. Отделяем не сильно тонко, а так, чтобы локоны получились более крупные и объемные. То есть я беру не сильно тоненькие локоны. Вот, достаточно, да, для объемного локона. Для тех девочек, кстати, кто не умеет крутить, это очень легко. Берем утюжочек. И вот. Хватан, работаем. Вот, значит, локоны готовы. Можно сразу отделять. Можно подлакировать. Но в данном случае у нее они будут держаться, потому что волос сухой, осветленный. Он будет достаточно хорошо и без лака держаться. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Приближается год голубого водяного тигра Как стилист рекомендую одеть на себя в новогодний вечер более голубые и серебряные оттенки Также подойдут песочные цвета, нейтральные, которые не будут раздражать классного тигра Наша прическа готова Желаю встретить Новый год в кругу близких, родных вам людей Пусть он принесет вам много счастья Друзья, а прямо сейчас новогодний букет из поздравлений и пожеланий Дорогие друзья, прошел год Год сложный, непростой Но мы смогли преодолеть все трудности, которые были И я думаю, что самое главное, чему мы научились, должны были научиться Это быть вместе, потому что только вместе мы можем решить все проблемы, которые возникают у нас Которые ставят перед нами жизнь Поэтому я от всей души желаю всем вам в следующем году прежде всего, конечно, здоровья Здоровья вам, вашим близким И чтобы мы имели возможность действительно чаще собираться за столом Чаще видеть друг друга и чаще говорить друг другу добрые слова Слова, которых нам так часто не хватает С Новым Годом! Уважаемые жители нашей удивительно красивой республики Календарь отсчитывает последние дни уходящего года Я желаю всем войти в Новый Год без боли о потере близких Спокойствия и достатка вашим домам Берегите в себе жизнь, берегите себя для жизни Гала, ты правильно заметила, что в новогоднюю ночь как бы чудеса случаются? И вот я Новый Год тоже за это очень люблю Потому что вроде бы ты уже и взрослый стал, а все равно в чудеса веришь И вот каждый год ты ожидаешь какого-то чуда вот такого, в новогоднюю ночь, которая произойдет Веришь в чудеса многодней? Верем! Правильно делаешь И в подтверждение этому я расскажу одну историю, которая произошла не так давно Именно в новогоднюю ночь Жила была в горах Карачаево-Черкесии одна девушка Приехал из Санкт-Петербурга покататься на лыжах туда парень Увидел нашу девушку и влюбился с первого взгляда И сразу же решил на ней жениться Он приезжал не столько раз И потом решил пригласить ее к себе домой в гости познакомиться с родителями Потому что они были людьми воспитанными, интеллигентными Но не очень отобряли его выбор Потому что девушка была другой национальности и другой религии Приехала эта девушка в гости И вдвоем они решили устроить для родителей сюрприз Она спросила, какое блюдо особенно любят твои родители Парень объяснил, что они очень любят блюда из рыбы Ну так как дома у нее блюда это не особенно готовили Она заглянула в интернет и нашла рецепт зеленой из семки Поехала, купила семку Да, приехала, все это приготовила Разлила в формочки так красиво Оформила там морковка, петрушка А жили они в пригороде Санкт-Петербурга Такие небольшие домики И в холодильнике места не было И она решила вынести это на улицу Потому что морозы были Вынесла на улицу, накрыла это все, поставила кирпичи И ушла домой И вот вечером приехали родители, накрывают стол И она с такой гордостью пошла брать Как бы это коронное блюдо, да, заливное из рыбы Пошла набрать И вдруг родители слышат дикий крик Выбегают А это она кричала Она вышла Что она увидела? Она не учла Что в доме, кроме родителей, живут-то хозяйские коты Вот, они тоже, оказывается, любили рыбу Они позвали на помощь соседских котов Съели всю рыбу Осталась только морковка и петрушка Когда она увидела это Она так закричала Ну, хозяйский кот, он был такой толстый, толстый, рыжий Он даже с места не шелохнулся Вот, родители прибежали Увидели, как она горько, искренне плачет И, видимо, ее слезы, вот эта искренность Они растопили лед в их сердце И они сказали, парни, женись Поженились? Поженились, живут счастливо У них уже двое детей Мальчик и еще один мальчик Мальчик и мальчик, здорово Значит, счастье не в заливной рыбе Да Какая гадость Какая гадость Как ваша заливная рыба Понятно, хорошая история А у меня есть одна маленькая подружка И каждый год Она накануне новогодних праздников Рассказывает мне свою историю И что интересно, они никогда не повторяются Каждый год они такие разные, интересные И я сейчас предлагаю послушать Еву Шаганову Эта история произошла в новогоднюю ночь Мне тогда было пять лет Мы с мамой нарядили елку Я написала письмо Деду Морозу И попросила подарить мне настоящую собаку Проснувшись утром, первого января Мы с мамой решили заглянуть в ту комнату, где стояла елка Вот это сюрприз На полу лежит сломанная елка с разбитыми игрушками А на этой куче спала настоящая собака Оказывается, папа ночью привел собаку И решил устроить мне сюрприз Когда папа уснул, собачке стало скучно И она решила погрызть елку Перевернуть ее на пол И погрызть все игрушки А потом, когда уже устала она Она решила поспать Я так плакала, папа сказал Да куплю я вам новую елку и новые игрушки Но ты ведь хотела собаку Потом мы все вместе дружно посмеялись Было очень забавно Но и в этом году я прошу у Деда Мороза собаку Я очень хочу шпиться Дедушка Мороз, исполни мое желание Но по секрету я хочу сказать Что в этом году папа все-таки подарит Еве собаку Но пока это секрет И мы об этом не камника А я, между прочим, тоже знаю одну новогоднюю историю про собаку И рассказал мне, знаешь, кто? Кто? Сам заместитель министра внутренних дел Александр Григорьевич Середа Это случилось, когда он служил в пограничных войсках в Армении И у них там был служебный пес Аскер Он был уже старенький Его как бы собирались уже думали списать И вот в новогоднюю ночь они поняли Как можно собаку вернуть к жизни Давай посмотрим Давай, с удовольствием С нами в наряде был Аскер Такой уже пес возрастной Он был старенький Смотришь так, он раз-раз Сел, ну и обычно заснул И потом начинает еще подхрапывать Когда же вот самый пик То есть, что же конкретно Вот он уже совершенно полностью уставший Уснул, начинает подхрапывать Мы ему сразу команду Аскер, смотрите, он раз Сядет и опять служит Получилось, что в этот вечер мы с ним вышли В наряде был Пошли, он уже уставший Где-то приблизительно 12 часов По армянскому времени Он уже сзади нас еле ходит Где-то минус 10 градусов мороза Была такая зима Очень такая хорошая была Подъезжает еще и начальник заставы Поздравляю с Новым годом И вот приезжает начальник заставы Дед Мороз, Снегурочка Подарки, все Конфеты, печенье, пряники Мы кормим нашего Аскера Смотрим, он ожил, засветился Хвостом завилял И вот как раз вот только уехал Начальник заставы Тут уже период пересменки прошел Уже мы возвращаемся на заставу У нас Аскер Начал уже и бегать, прыгать Хвостом завилял Все, вот праздник был и для нас Своеобразный Ну и псу нашему Аскеру Тоже повезло Вот такую новогоднюю ночь То есть он сладкого наелся и сразу отжил, да? Да, отжил Праздник для него получился такой тоже Вот такой вот забавный Новый год Вообще я хочу сказать, что герой твоего сюжета Наш большой друг Александр Григорьевич всегда готов к сотрудничеству со СМИ И у него всегда есть в запасе интересные истории Несколько лет назад мы тоже с ним встречались Но он тогда рассказал мне массу интересных историй Но поводом тоже была новогодняя программа В которой он готовил запеченного карпа Ох, я помню Это была такая вкусная программа И мне очень хочется ее сейчас вспомнить и повторить Давайте посмотрим? Давайте К приходу нашей съемочной группы Александр Григорьевич уже почистил рыбу Обрезал плавники и хвост Зеркальный карп обреченно дожидался начинки Для овощного фарша необходимо нашинковать морковь Почистить и мелко нарезать репчатый лук В умелых руках полковника мутыне службы Чувствовался немалый стаж Пусть не профессионального, но повара Морковь и лук необходимо хорошенько обжарить В растительном масле В рыбе сделать надрезы и для вкуса поместить в них дольки лимона Начиненного овощным фаршем карпа укладываем на противень Для достижения лучшего эффекта Предварительно положите на противень фольгу Для выпекания в духовом шкафу Аккуратно заверните При температуре 180-200 градусов Рыба запекается в духовке примерно 30 минут Вы дом свой любите? Вот вы как-то уют помогаете жене создавать в доме? Ну, наверное, самое уютное место, скорее всего, кухня получилась Вы приложили руку? Долго, да, приложили руку Долго не было своего жилья Пока вот мне дали служение И вот тогда уж мы оторвались Все, что было желанием сделать Ну, не все, конечно, что было То есть оно постоянно что-то меняется Забавляется, или интерьер, конечно Сам ремонт, в общем-то, он завершен Мебель и все прочее Ну, остальное там приходится Вот тут тарелки где-то подыскиваем Что-нибудь, какие-нибудь атрибуты интересные Уточки у нас поселились, живут на кухне В семье Александра Григорьевича Середы Предпочтение отдается овощам Вот и корейский салат, приготовленный руками хозяина дома Любят все, и супруга, и двое уже взрослых сыновей Нужен килограмм морковки Мы ее сейчас почистим И ее на специальной терке потрем Чтобы она у нас получилась длинной соломкой На килограмм моркови понадобятся Три столовые ложки нерафинированного масла В нем обжаривается мелко нарезанный репчатый лук Масло впитывает в себя вкус лука И таким вот маслом впоследствии Необходимо будет заправить салат На свой вкус Александр Григорьевич добавил черного и красного молотого перца Белый перец предпочел перемолоть в кофемолке Говорит так и вкус другой у приправы и аромат Добавил чуть-чуть сахара, паприки и кляндр Чтобы совсем уж не сидеть без дела Я тоже присоединилась к кулинарному процессу В салат необходимо добавить мелко нарезанный чеснок Замечу, что чеснок Александр Григорьевич предпочитает измельчать с помощью ножа А не прибегать к всевозможным кухонным инструментам Которые, по мнению хозяина дома, только переводят продукт Все ингредиенты хорошо перемешиваются и заправляются маслом, в котором пережаривался лук Так уже? Сок пустила морковка Уже стала более эластичная Возможно, со ведущей у меня кулинарную программу Нет, нет, нет Нет, нет, нет Не так уже много блюд я готовлю, по сути дела Да и не часто получается Нужно творчество, время Какие-то есть праздники любимые у вас? Новый год Рождество, Пасха Вот такие праздники, которые нравятся Которые близкие, ну семейные, скажем так больше Дни рождения, да, я сказал Дни рождения я сказал, нет? Не сказал, но вот дни рождения Между тем, время приготовления карпа подходило к концу Вынув противень из духовки, Александр Григорьевич Развернул фольгу А затем для полного завершения процесса Поместил карпа в духовой шкаф еще на 10 минут Гарнир Этой части застолья в семье Середы уделяется немало внимания Полковник внутренней службы Середа рационально использует все продукты, которые есть на его кухне Так вот, если у вас после новогодних праздников вдруг осталось немного сваренного риса, консервированной кукурузы, то можно приготовить полезный и питательный гарнир Для него необходимо приобрести в ближайшем супермаркете кокосовый орех Лучше два или три, потому что нет гарантии, что все они будут созревшие Нужно приложить недюжие усилия, чтобы расколоть этот крепкий орешек Такие нехитрые навыки Александр Середа приобрел в Гаване, когда проходил на Кубе стажировку и совершенствовал там свой испанский Там нас угощали местные вот как раз кокосовый орех на сливочном масле С сахаром и получалось, ну там домашний минимум Обычно стараюсь, чтобы цвет обычный, вот кокосовый был, такой коричневый Если темное, черное что-то, то уже темнить начинает, то уже что-то ненормально с орехом Расколов кокос и очистив его от кожуры, натрите этот заморский плод на крупной терке Шикарно, если кто-то готовит печенье, любое, вот наверх, покрошил на терочке Готово, поджариваю, так иногда используюсь, как начинка Натертый кокос поджаривают на, заметьте, рафинированном масле Так как в этом случае необходимо получить запах от кокосовой крошки Пахнет, да, кокосы? Пахнет, пахнет Баунти, вообще, сплошные баунти Нет, вот именно что не баунти Не баунти, а кокосовый А какой-то, да Масло действительно нужно брать рафинированное в данной ситуации Натертый на терке кокос, сваренный рис и консервированная кукуруза хорошо перемешиваются И примерно 5 минут обжариваются в масле Специи добавляются на свой вкус Честно говоря, идеально еще добавить, когда подавать, уже есть с соевым соусом Тогда будет вообще прекрасно Соль по вкусу Желательно не досолить, а по вкусу кто будет А уже гости, кто будет есть, они уже сами досолят Соевым соусом по вкусу каждый себе сделает Вот и все, процесс закончен Нас приглашают к столу На вид все очень аппетитно Красота Дорогие друзья, сегодня мы попали в удивительный дом Очень теплый, очень уютный и гостеприимный Нас сегодня встречал Александр Григорьевич Середа Наш очень давний друг нашей телевизионной компании И мне в Новый год хочется пожелать вам здоровья Хочется пожелать вам успехов Хочется пожелать вам следующей яркой, интересной страницы вашей жизни Спасибо вам большое Вам спасибо Я, наверное, тоже приготовлю рыбу, но не на новогодний стол Галина, скажи, а ты уже подумывала о новогоднем меню Будешь рыбу готовить? Рыбу готовить не буду однозначно Потому что мой супруг не любит рыбу ни в каком ее проявлении Он у нас мужчина кавказский, любит мясо, мясо и еще немного мяса Понятно, мясо это, конечно, хорошо У нас, наверное, тоже будет гусь Но в этом году я приготовлю не просто салат, а супер салат Он такой красивый, он такой полезный, он такой оригинальный Я надеюсь, что мои близкие и друзья, если к ним заглянут на огонек Будут просто в восторге Потому что этот салат, я тебе расскажу, знаешь, кто готовил, научил меня готовить Не знаю Это бренд-повар, который готовит в лучших ресторанах России Да, он готовит блюда в ближневосточной кухне И вот недавно мы у него побывали на мастер-классе и приготовили потрясающий салат Пальчики оближешь Да Давайте посмотрим Друзья, сегодня мы будем готовить очень необычный новогодний салат Почему необычный, вы сами поймете А будет его готовить бренд-шиф ресторана Сезам Басам Зайн Басам Зайн Почему у вас такое имя необычное? Я из Ливана, меня зовут Басам Очень приятно Итак, Басам, какой салат мы сегодня будем готовить? Мы сегодня будем готовить новогодний салат Это мой авторский рецепт Салат называется Амманина В салаты идут виноград черный, идут кешу, идут гранат И лист салата кели и микрозелень И будем заправлять очень интересный соус С фунджетной пастой, со сметаной, с солями, со спесами Это вот вы думаете, что это новогодний салат? Новогодний салат это оливье, мимоза, селедка под шубой Какой-нибудь слоеный там вот А это вот новогодний салат, да? Да, но сейчас вы сами попробуйте, увидите И у вас сразу появится настроение Новый год Думаете? Ну, сейчас посмотрим Итак, как он называется? Амманина Амманина? Да Именины? Амманина? Амманина Амманина Ну, в общем, я не представляю, что это такое Ну, ладно, зелень я понимаю Мандарин, может быть, для украшения Ой, ну, ладно, давайте начинать Это такой салат, очень хорошее сочетание, легкий И для людей, которые следят за своим питанием и так далее Полезный здоровый Болезный здоровый салат Ага, хорошо В общем, там тебе курочка, гусь, а тут тебе на десерт вот такой легкий салат, да? Да, это просто легкий салат такой Можно на ужин, можно на обед Вот кому как Новый год ночью встречают, ночью есть будем Ночью Ну, давайте приступим, вот так Хорошо Ну, начнем Вот, для этого нам понадобится миска, чтобы мы сами салат Вот, а боковые, можете мне помочь, можете мандарин почистить Вот, это как раз для меня Вот Мандарин и салат Я поставлю салатом Салат такой вот необычный, я даже не знала Да, этот салат Килл называется Он очень вкусный, он очень болезненный Он сочетается с кисло-сладким Попробовать можно? Да, конечно Воспользуемся случаем? Да Салат айсберг, знаю, в микро-сделе, такой салат не знаю Ну да, ничего так Хорош? Да Интересно, да? Угу Теперь добавляем наши чирики, несколько штук Вот, резем помидор пополам Угу И китаем И китаем Угу Сейчас, еще нам нужно виноград Виноград лучше без косточки взят Угу Черный или белый, или обязательно черный? Ну, можно черный, можно белый На любой вкус, это уже на вкус Угу Сколько надо? Нужно виноград где-то 60-70 грамм Мне нужен лимонный сок Угу Сейчас я чуть-чуть лимонный сок Пригавлю здесь Теперь готовим соус для заправки салата В кунжутную пасту добавляем немножко соли и лимонного сока Добавим два ложка сметаны, тоже можно три Угу И перемешиваем, да? И перемешиваем Угу Дальше мы будем добавить олевьевое масло Угу Будем добавить немножко орегано и будем резать Олевьевое масло Прямо резать его? Будет намного красивее Угу И сочнее, и будет дать настроение Новый год Угу Мандарина Сейчас добавим еще кешу Кешу мы замочили Почему? Холодная вода, что он ставим мягкий Можете попробовать? Угу Он такой мягкий, вкусный Угу Болезненный, питательный Угу Почему кешу? Потому что в этот салат нет мяса, нет ничего Угу А кешу такой он питательный Угу Поэтому мы его добавляем и с салатом, и с мандарином Хорошо будет сочетаться Угу Итак, друзья, смотрите, у нас какая красота У нас салат килл И у нас виноград, мандарин и кешу и помидоры черри Угу А сейчас мы будем добавить немного орегано Сухой, да, орегано? Да, сухой орегано Угу Будем добавить соль А что дает орегано? Дает аромат, вкус Угу И мы будем добавить тоже оливковое масло Оливковое масло как вы выбираете? Оливковое масло я пробую постоянно и выбираю На вкус То есть прям в магазине пробуете что ли? На вкус Нет, покупаю разные и на вкус Вот, итак, друзья, мы добавили оливковое масло Сейчас перемешаем слегка, перемешаем наш салат слегка, слегка Все, у нас салат готов Теперь выкладываем наш салат на большую тарелку Вассам, а скажите, вот вы работаете в Ростове, в Краснодаре, в Москве, в Санкт-Петербурге, в таких крупных городах, любят ближневосточную кухню? Конечно В последнее время ближневосточная кухня очень популярна И именно ливанская и израильская кухня вообще очень популярна А что чаще всего заказывают из ближневосточной кухни? Самое популярное это хумус, табули, фатуш Это традиционное ливанское блюдо На самом деле название странное для русского человека Да, табули Но есть табуловы, табули Когда вы пробите и увидите этот продукт, продукт простая Каждый может себе готовить дома Допустим, возьмем хумус Хумус – это отварной нут Пробивает его в блендер, добавляет его в кунжутную пасту, лимон Это хумус? И все, да, это пюре из нута, это хумус Да, 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 точно, мне дочка готовит Да, его все любят, он очень болезнен для спортсменов В хумусе много белка Его все любят ездить в Европе, в Америке, в Москва, в Россию, да А скажите, вот вы говорите, что пользуется Ближневосточная кухня стала пользоваться популярностью россиян А вы в России все-таки уже не первый год находитесь А что вы полюбили из русской кухни, из российской? Да, в русской кухне тоже очень-очень вкусно Вот порш, котлетки Борш, котлетки Вот это вообще очень-очень круто и вкусно В каждой стране есть свой определенный вкус, есть свои продукты Это прекрасно вообще Ну а скажите, оливье вам наше нравится салат Да Или это неприемливо для блюжневосточного человека? Он очень вкусный, он для всех подходит, простой, полезный, питательный А на новогодний стол для себя лично, для своей семьи, что будете накрывать? Я готовлю, вот люблю салат Табули Это у нас в Ливане невозможно обойтись без него Потому что он такой пряний, кислый, под набитки, под водка хорошо А гусь, например, или что-нибудь такое основное блюдо? Да, у нас есть блюдо из баранины, мансах называется, тоже там лёня баранина с бургулом идёт Ну в общем, у кого гуси, у кого баранина, всё ясно У вас там, наверное, и гусей-то нету Да, гусей у нас мало, да Да, и сметаны у вас тоже нету Да, сметана есть, да Есть сметана? Да, конечно Интересно, вот как-то давно жили в Ливане наши знакомые Они говорили, ну всё хорошо Ну да ещё до известных печальных событий с Адамом Акусейным Лет 15 назад И всё устраивало, очень нравилось им жить в Ливане Много и сметаны нет, селёдки нет, чёрного хлеба нет и жареных семечек нет Вот зачем они скучали Вот, да, у нас чёрного хлеба нет, это правда, да Но есть и другие хлебы, которые готовят Но зато тоже есть много что интересного Друзья мои, если вы зайдёте на страницу к басаму и увидите, какие блюда он готовит У вас надолго пропадёт настроение Потому что я смотрела, я просто не знала, что нужно выбрать Чего там только нет И табули, и табули, и тыква фаршированные Не знаю чем, и такие закуски, и такие салаты Я вам сейчас покажу Теперь украшаем наш салат Сервировка должна быть красивой и эстетичной От способа подачи на 50% зависит успех любого блюда Запоминайте Итак, Ольга, смотрите, наш прекрасный новый салат готов Новый годный салат готов Давайте мы с вами попробуем Такую красоту я бы не стала портить Я перемешиваю, да? Угу Так Надо, чтобы и зелень попала И виноград И виноград И кусочек И кусочек киши Киши Я с этого начну Басом На самом деле получилось вкусно Оно такое кислопряное, такое вот необычное На самом деле это не новогодний салат, а пальчики облежишь Ну что ж, Басом, вам большое спасибо И вам большое спасибо, что пришли Я надеюсь, это наша не последняя встреча Хотелось бы еще что-то освоить из ближневосточной кухни Да Я думаю, наши зрители посмотрели И может быть, даже они на новогодний стол приготовят себе именно такой салат Потому что он действительно вот и легкий, и полезный, и такой новогодний, очень красивый Басом, у вас есть возможность поздравить жителей Карачао-Черкесии с Новым годом Что бы вы им пожелали? Пожелаю всем здоровья, счастья и всего-всего самого лучшего И чтобы было лучше, чем в прошлом году у всех Приедете в Карачао-Черкесию? Да, приеду Обещал-то, что будем готовить еще одно блюдо Спасибо Спасибо вам большое, Тать Везет тебе, Оля У тебя и салат вкусный, и всякие разные подарки А у меня ничего нет, я только все хочу, хочу, хочу Галю, Галю, что ж ты унываешь? Мы же с тобой о чем говорили? Что в новогоднюю ночь чудеса случаются Но сегодня ведь не новогодняя ночь, только 24 декабря Ага, а ты где работаешь забыла? На телевидении А на телевидении чудеса случаются Каждый день будет тебе чудо Ахалай-махалай, сим-салабим Ой, кто это? Что это? Галина Николаевна, не переживайте Смотрите, что я вам принесла Какие подарки Ух ты Они не испортят вашу фигуру Они полезны и без сахара Представляете? Плохо пока представляю А можно поподробнее рассказать А начиночки такой волшебной коробочки Смотрите, здесь есть амарантовые батончики Это очень вкусные и полезные Вот они Есть шоколадные, а есть кокосовые Есть вот такая шоколадная конфета И она тоже без сахара А это финиковые конфеты Которые сделаны из финика и кокоса Ух ты Здесь есть даже доктор финик конфеты Которые тоже сделаны из финика и с грецким орехом Ой, по-моему, я уже это все люблю А я уже все хочу А вот это фруктовые чипсы, которые я сушила сама к Новому году Здесь банан, апельсин и яблоко А запах! Это мне, это мне, это мне А вот, я думаю, что все знают, что такое мюсли И вот есть такие три батончика Они сделаны из черники, банана и земляники Тоже без сахара И очень полезно Особенно для тех, кто занимается спортом Конечно, куда без пастилы Ведь это самый полезный продукт Который можно представить И он полностью из фруктов И также не содержит сахара И зефир Натуральный Натуральный Ну, это хорошо Натуральный я люблю Который очень вкусный Сама пробовала И это очень интересный и вкусный Желейная конфета Тоже полезный и без сахара Ну, а для самых маленьких У нас вот здесь приготовлены Вот такие скрипыши Которые популярны сейчас у всех детей Да, это моим внукам, Наталья Николаевна А для того, чтобы этот Новый год запомнился Мы положили в эту коробку Вот такую вот елку Которую взрослый может вырастить вместе со своим ребенком И останется память Здесь внутри содержится семя, земля Все, и вы будете наблюдать, как растет ваша елка Двадцать первого, двадцать второго года Можно взглянуть Галина Николаевна, давай посадим у себя По телевидению и будем сам ее наряжать И потом будем хороводы водить Давай все возможно Ну, ты представь свою волшебницу, пожалуйста Кто у нас сегодня с таким великолепным подарком в гостях? Это Анна Козлова Молодой предприниматель, переводчик Я не знаю, очень такой разносторонний творческий человек Который приготовил вот такие замечательные подарки У меня, конечно, уже такое есть Прости, Галина Николаевна Мне надо было поближе познакомиться с нашим волшебником Я думаю, у нас сегодня будет очень вкусное чаепитие Половина подарков мои Я согласна Анну сказал, вы предлагаете делать такой набор Да И радовать Ну, в принципе, здесь всех можно порадовать таким Да, всех можно порадовать, да Все любят и сладкое, и все следуют своей фигурой Ребенок может вырастить елку То есть это может быть как для детей, так и для взрослых Тем более, что вот в таких подарках А здесь нету елки вот в маленьких форматах Вот А, в принципе, содержание этих вот красивых мешочков такое же, верно? Да, абсолютно такое же, за исключением, что там нет елки Вообще здорово, правда? Своими руками очень легко это сделать И оригинально, да? И оригинально, и красиво, и интригующе даже, да? А для детей мы еще положили вот такую вот открытку О том, что маленький ребенок старался в этом году И вот заслужил такой подарок И тигр решил ему принести его под елку Здорово, спасибо большое Ваша душенька довольна? Моя, да Моя, да И что это подарка? Как говорится, недорого, но очень сердито, красиво и полезно Можно вот это все создать и порадовать Спасибо вам большое Спасибо, Анна Мы обязательно воспользуемся По крайней мере, я воспользуюсь вашим советом И сделаю такой подарок своим близким Я думаю, они будут рады, особенно детям Спасибо Ну что ж, мы продолжаем нашу вечернюю программу И сейчас прозвучит еще одно поздравление с днем рождения Которое адресовано Арсену Лайбанову из поселка Малый Карачай Арсен отметил свой день рождения в середине декабря Ну вот с некоторым опозданием Его поздравляют Его поздравляют Папа Амирби Мамочка Назифат Братья, невестки И племянники Я думаю, самые любимые на свете Мариам, Мухаммад и Ахмад И большая дружная семья Желают вам, Арсен Прежде всего, конечно, крепкого-крепкого здоровья Долгих лет жизни в окружении ваших самых близких Самых родных людей Друзья, в нашей программе еще одно поздравление с днем рождения И мы его адресуем Лауре Датаевой Это главный экономист нашей телерадиокомпании Лаура человек очень самостоятельный, целеустремленный На многодетная мама, любящая, заботливая дочь и сестра И сегодня мы все вместе И наша телевизионная компания, и ваша семья, ваши родные и близкие Поздравляют вас с днем рождения Мы от души, от самого сердца желаем вам Будьте здоровы, будьте счастливы И идите твердой походкой ко всем целям, которые вы для себя намечаете Особенно в новом году Галла, мы всех именников поздравляем, и это хорошо Но у нас же есть открытки, где поздравляют всех жителей Карачаева Черкесии Да, я знаю, у нас есть прекрасные новогодние открытки И давай мы их сейчас покажем Давай Дорогие жители Карачаева Черкесии От лица всех членов общественной палаты и от себя лично Я хочу вас поздравить с наступающим Новым Годом и Рождеством Говорят, когда вспоминают о Новом Годе Всегда говорят, что это сказка, это счастье, это детский праздник Ну нет, я считаю, что это не так И мы, взрослые, все равно верим в чудо И когда бьют куранты, мы хотим, чтобы все наши желания, которые мы загадали, сбылись Вы знаете, когда завершается год, мы всегда подводим итоги В этом году у нас юбилейный год для общественной палаты Нашей общественной палате 10 лет И мы очень благодарны всем жителям Карачаева Черкесии За их активную позицию За помощь со стороны исполнительной власти, законодательной власти, муниципалитетов И, конечно, общественных организаций И в 2022 году наша площадка, общественная палата, будет для всех открыта Мы готовы обсуждать самые важные, насущные вопросы, которые касаются жителей Карачаева Черкесии и Российской Федерации Ведь общественная палата – это содружество, это согласие, это общественное мнение Ну и хочу вам всем пожелать Пусть в эти новогодние праздники ваш дом придет доброта и любовь Пусть вы все будете здоровы Пусть счастье будет безмерным Здоровья всем, еще раз здоровья и благополучия И, конечно, исполнение всех желаний С наступающим Новым Годом! Дорогие жители Карачаев-Тюркесии! Поздравляем вас с Новым Годом! Желаем вам крепкого здоровья Счастья Удачи Любви Благополучия Достатка Чистого неба Мира и тепла Будьте счастливы! С Новым Годом! Музыка Между мной и небом, легкий снег кружится Укрывает наши теплые дома Но нам и открыла чистую страницу С днёмами снова белая зима Эх, это зима, снега, путь тюрьма Можно потерять, а можно постучать Эх, это зимой, нам опять с тобой Ничего не просто заново начать Тоненькую ветку я в руке согрел Как же это трудно сделать шаг простой Эх, это зимой, нам опять с тобой Ничего не просто заново начать Эх, это зима, снега, путь тюрьма Можно потерять, а можно постучать Эх, это зимой, нам опять с тобой Ничего не просто заново начать Ну что ж, Оль, наша завершающая в этом году программа «Добрый вечер! Республика» подходит к концу Нам остается только попрощаться А давай попрощаемся как-нибудь необычно Вот что вот ты хотела пожелать? Я бы пожелала громкого смеха и в обществе успеха Гениальных идей и послушных детей А я бы пожелала хорошей в стране власти и вообще счастья Всевозможного процветания и до свидания С Новым Годом!